Особое мнение Она не утонула Хорошая новость 16 июля Она возможно вернется на свое место Я обожаю девушек В устах которых слово возможно звучит как никогда Ну вы продолжайте Нет, она вернется Давайте будем конкретно говорить Она вернется И сейчас в Смольном Господин губернатор Решает вопрос При участии губернатора решается вопрос О том как это будет сделано И когда Утром нужно переименовать в крейсер Кадыров Я так полагаю Это будет правильно Он прекратил войну И вот нужно что-то такое То есть старший Кадыров Неважно Сейчас уже можно просто Потом они в документах разъяснят Какой именно И крейсер Кадыров должен пальнуть нехолостым А боевым выстрелом в сторону Смольного Что в общем острый имени Кадырова В некотором смысле и делает А вот это они обсуждали Это какой сарказм Нет, они обсуждают Днем возвращать Аврору Для этого нужно развести специально мосты А у нас развод мостов Приводит к транспортному коллапсу Либо это сделать ночью И тогда мало кто увидит Эстетически ночью Эстетически конечно ночью Потому что днем Прокинутся Все набережные просто сползут В него от количества народа Еще Питер превратился Благодаря 6,5 миллионов туристов в год Из которых примерно 2,5 миллиарда китайцев Вот такой в бой об эс превратился Кто ночью имел глупость Неосторожность во время Белых ночей Посмотреть на разводку мостов Он это знает Поэтому если это днем будет твориться Да еще 16 июля в разгар Белых ночей Это конечно Это конечно будет тихий ужас А здесь отсечение все-таки Жителей Петроградской Там Петербургского острова Аптекарского островов Вот этих несчастных зимогоров Которые кукует век свой на островах Кстати с губернатором Вот что тут мне очень хочется Непонятное происходит Вот товарищ Полтавченко Хочу сказать вам Товарищ Полтавченко А как у вас на Каменном острове На особо охраняемой исторической территории Многоэтажные гостиницы возводятся Вам что там возводят апарт-отель Многоэтажный Вот товарищ Полтавченко Вам за это что Как-то еще белых пакет принесли Ну про пакеты мы поговорим Давайте все-таки Нет серьезно Каким образом Я не знаю У меня нет данных по апарт-отелям А у меня это на Каменном острове Там уже по-моему четвертый этаж строят Вот как это может быть Это там где была зима-лета Там где можно было валяться У Невы-Луни А что зима-лета уже больше нет Зима-лета давным-давно нет Вот по крайней мере старого Там теперь возводят из железобетона Многоэтажное Огромное сооружение И если кто-то за это не получил взятку А строить на Каменном острове Значит нужно либо Путину заносить Либо Полтавченко Либо Богородица Потому что других вариантов здесь нет То объясните пожалуйста На что вы собираетесь потратить этот пакет Я не нахожу других объяснений Ну будет пакет Будет и объяснение Сейчас пока С пакетом пойман только другой человек О нем мы тоже естественно сегодня поговорим Все-таки ну смотрите Вы говорите днем будет много народу Но зато придут дети Которые увидят историческое событие Дети обожают не спать ночью Вспомните себя ребенком Ну маленькие дети Дети маленькие обожают не спать ночью Спросите любую кормящую мать Но родители обычно не дают Новый год пришла Аврора Дети имеют полное право на праздник То есть только Только Конечно Любой ребеночек Вот спросите ребенка Когда ты хочешь посмотреть на то Как Аврора возвращается на место Днем или ночью Спросите любого нормального ребенка А пожилой человек Которому хочется спать ночью И тоже хочет посмотреть ночью Пожилым людям не хочется спать уже никогда Совсем пожилые люди У них болезнь Альгеймсера Альцгеймера Бог ради простите Она у меня в первой стадии А на второй стадии Насколько бомбер переходит в третью Там поражается тот отдел спинного мозга Который отвечает за наши биологические часы Поэтому больные Альцгеймом Альцгеймером Они не спят никогда Ну то есть причина транспортный коллапс Который может случиться Днем да А почему никого не смущает Когда из-за Прости господи Праздника Аллы и Паруса Перекрывают Когда из-за парадов Тоже стоит Ну что ж Это все нормально Питер Это оккупированная территория Когда приезжают люди Рейха В общем на оккупированное население Нужно внимания не обращать А Павловский театр Павловский парк Простите На два дня закрытый Вообще полностью Во время экономического форума То что бар из Рейха Купанты из Рейха Могли там жрать И не знаю чем они там еще Занимались И видимо продукты Жизнедеятельности Оставлять А все остальные Кто приехали в Павловский театр В Павловский парк Господи Что ж меня на театр Семь несет Они не могли В парк вообще войти 600 гектаров Значит дальше Полтавченко Вам это Богородица Насвистела Что глубоко Будучи русским человеком Можно на местных Вот этих Поросят Свинят Которыми Вы из Рейха Поставлены Управлять Не обращать Внимания То есть на два дня Закрыть 600 гектаров Ото всех Чтобы слуги народа Которые конечно Обсуждают Как важно Развивать экономику Петербурга Они могли там По полянам Они могли По кругу Берез ходить И пройти Понимаете ли По аллее Белого султана И пройти По аллее Белого ман Все это ночью Боже мой Как это эстетически Безупречно Богородица Спаси и сохрани Ничего что я так часто С Богородицей Разговариваю Ну и про рыб Очень много Говорить Это поведение Окупантов В оккупированной стране В оккупированном городе Это происходит в Павловске И это замечают Ну далеко не многие Те люди Которые приехали Специально в Павловск На эти дни Они сказали А у нас здесь есть Бали русские И вот тебе свинья Они пендали дают Это как? Вот я настаиваю На том Что все кто проводит Экономический форум Летом Это свиньи Потому что форум Такого масштаба Проводят зимой Когда у города Действительно огромная проблема Прошу прощения С сезонным заполнением Туристами Когда разоряются Тельеры Когда пустуют рестораны И когда в зимней спячке Вместе с медведем Если он конечно есть В Ленинградском зоопарке Спят все владельцы котиров Ну вы же понимаете Белые ночи И поэтому всем приятнее Приехать в город За свой счет в Плацкарте За свой счет в Плацкарте И в хостеле Какие-то вы не знаете Нет Это огромное отличие Это огромное отличие Рабовладельческой страны Под названием Непонятным Российской Федерации Хотя как мы с вами знаем Федерация здесь и не пахнет Огромное отличие Между полурабовладельческой монархией Каковой Россия до сих пор остается По-английски это называется Патриумония литокарси Пусть Ричард Пальц Меня поправит Если я не прав И свободным миром И цивилизованным миром Извините Я два года ездил подряд На экономический форум в Лондоне Российский экономический форум Все как зайники На Блэнкэбах Либо на метро туда пребывали Представить себе Что Лондон перекроют Из-за бар С экономического форума Невозможно Такого не бывает Ни в одной стране мира Это одну скушку У нас отсталая Дико отсталая страна Мне за эту страну стыдно Точнее не за всю страну Целиком Потому что Ну что стыдиться Когда все чешут крестьяне Да уж мы тут бар И мы уж тут как-нибудь А вот за бар Конечно стыдно Вот за бар стыдно Потому что в баре разное бывает И за эти кетровные Прошу прощения Бар конечно не великого была А у меня всю жизнь думал Что скорее можно в Англию подскакать И вкус у меня был Дурного архитектурного На мужиков у меня был хороший вкус Ну Шувалова например Который даже графом не стал Отказался Она ему давала И миллион в казну вернул После смерти Государственной императрицы И Алеша Разумовский Из казна Давайте от прежних господ К нашим господам Которые например Главный господин Позволил ехать в Турцию И сказал что все в порядке Ну царь решил завтра опять запретить А что тут интересного Нет А я к тому что Ну хорошо разрешили ехать в Турцию О том что там не спокойно И о том что многие эксперты говорят А в России еще спокойно Ну знаете А домодедов что Давно очень взорвали Значит а то что нам докладывает Наша доблестная ФСБ Нам постоянно докладывает о том Что предотвращен очередной теракт Значит в России так же в точности не свободно Однако в Питер Здесь наш дом Здесь наш дом С моста можно в реку Паспериодически падают То есть вы считаете что в Турцию Можно ехать не боясь Абсолютно отдыхать Тут таджики сбросили в фонтанку Значит девушку Которая при доставании ее с морского дна С речного дна Оказалась юношей Александром Вот видимо на таджик Произвело сильное впечатление В Таджикистане Игры с гендером как не привезли Значит очень опасно Если ты решил поиграть с гендером Приехать в Петербург Ну и что приезжают Почему нет То есть вы считаете что можно В Турцию абсолютно спокойно Отправляться отдыхать Я вам напомню В Российской Федерации Каждый день происходят террористические акты Они происходят в той части Российской Федерации Которая называется Дагестан Мы же не едем в Дагестан Мы же в Петербурге Значит одну секундочку Мы же не едем туда Где взрывают в Турции А в Инталье что взорвали что-то? Нет пока нет А пока нет Значит можно туда Ну я бы не решилась А в Москве что не взрывали? Взрывают Ну сейчас пока слава богу Понимаете взрывают потому что Находится не потому что Мер безопасности Не потому что опасная страна Взрывают как только накапливается Определенная масса людей Которые доведены до такого Редкого совершенно состояния Психофизиологического Когда у них отключается Механизм самосохранения Вот по счастью Господь или эволюция Нас создали такими Что инстинкт самосохранения Очень важный Очень существенный И человеку очень трудно Убивая других людей Уничтожить еще и себя И вот это нас спасает От того чтобы терроризм Расползся повсюду Поэтому в Турцию Можно ехать Да опасная сторона Извините А вы бы поехали? А вы бы поехали? Я в Бельгию поехал Где недавно были теракты И во Францию Где были теракты И в Лондоне я жил В тот момент Когда были теракты Теракты происходят всюду Я не понимаю Чем в Турции Отличается от Бельгии У нас что В Бельгию закрыт Теперь выезд Нет А напомни Сколько там человек погибло А напомни Сколько во Франции В Париже погибло В Турции погибло 40 человек А сколько в Бельгии То есть в общем Нужно просто не думать Об этом А передвигаться В тех направлениях Нет Одну секундочку Вот меня интересует Другое Сколько гибнет ежегодно На трассе Скандинавия Человек Данные являются Абсолютно секретными И их получить Например Но дело в том Что эта гибель Все-таки иногда Какая гибель Если у царя 20 дворцов Ну трасса Скандинавия Имеет два ряда По одному В каждое направление Значит царь косвенно Повинен в ежегодной Гибели людей На трассе Скандинавии Косвенно да А в прямом смысле Повинны иногда Автомобилисты Которые несутся С огромной скоростью И обгоняют Нет Я не говорю о том Что они Но Если трасса двухрядная Там и на ней Нет отбойников Значит людей Там будет гибнуть На порядок Больше Чем на нормальной Европейской Трассе Международного значения В России Трасса международного значения Скандинавия Это не Скандинавия Это Пырловка Я бы даже сказал Живо Пырловка Это что за безобразие Почему деньги Шли на дворцы Почему деньги Не шли на наши дороги Почему дороги Сейчас опять Начинают разваливаться Вы посмотрите Попробуйте Вот я на велосипеде Езжу по Петербургу Когда переезжаешь Любой пешеходный переход Это Я рад что у меня Горный велосипед Там горный Тача Павченко Что произошло С теми людьми Которые укладывали В вашем замечательном Городе асфальт А у них Богородица На встречу отправлена Вы губернатор или кто Вот это вот Меня возмущает Есть губернатор Который молчит Себе в усы Ловит нас На частном слове На кусочки колбасы И не делает Вообще ничего В городе чудовищный асфальт Потому что по моему Мы его полностью разворовали Я не могу объяснить Почему колея существует На всех Петербургских магистралях Без исключения Значит один раз Я чуть был не разбился Я ехал на БМВ З4 В пределах города Правда в Москве Было в Ленинградке По огромной колейности У З4 Стоят разные вкатки Просто-напросто Передние колеса Отличаются от задних Там гидроусилитель Там все Вот когда я доехал А я ехал Скоростью потока То есть в Москве Это там 80 километров Разрешенно Значит ошел Где-то 90 к спидометру 83 может быть И меня вдруг так повело Что когда я доехал До светофора Я взмок Я как будто штангу В зале тягал Пытаюсь удержать руль Колейность на трассе Дико опасна Аквапланирование То что все эти клеи Наполняются водой Они дико опасны Мы живем в потенциально Опасном городе И шансов погибнуть Из-за дивной укладки дорог Из-за того что Товарищ губернатор Он общается с Богородицей А не со строителями Этой дорог У нас на порядок больше Чем погибнуть От рук террористов Дмитрий Губин В программе Особое мнение Как-то вот ваше Бурное выступление Сегодня Сочетается с Вашей колонкой В Росбалте Где вы пишете О правилах жизни В застое И о власти Вы пишете Что нужно Не относиться к ней Никак Как-то вот Никак Вы не относитесь Нужно обращать внимание Что она существует Нет Вы меня спросили Если не спросили Я вот никак К ней не относился Объясняю Нельзя ездить на машине Города не созданы Для машины Поэтому ездить нужно на велосипеде Вот каезжи на велосипеде На велосипеде могут сбить Австралибилисты Нет, не могут сбить Когда ты по островам катаешься Вот могут закрыть острова Как их закрывали Во время экономического формата Действительно безобразие Да, такое бывает Вообще нужно уходить Из мест гнездовой власти Это правда совершенно Нужно учить английский язык Нужно меня возмущать Да, некоторые вещи меня возмущают Вы знаете, например О чем никто не пишет Что недавно студенты-медики Которые летом работают Да, у них практика Допустим, на четвертом курсе Четвертый курс Мединститута Это очень высокий уже уровень Образования Два года осталось Не учиться Я молчу, что им интернатуру Отменили всем тем, кто платники Но сделаю еще одну вещь Если они работали На сестринских позициях Медсестрой Медбратом Не имея формального диплома Медсестрой Отдельный разговор Почему они не получают Хотя они более квалифицированные Четыре медсестры Вы знаете, что с августа Им срезают на 25% Всем коэффициент К зарплатам Там ставка зарплат Любой комиссии А причина? А спросите Комитет по здравоохранению Они такой приказ Вот мне прислали этот приказ Я его посмотрел Потому что студенты Они же вообще быдло бесправные Им нужно рот заткнуть И Комитет здравоохранения Экономит Ну, затыкают рот Не только студентам Но и населению Одну секундочку Лечить кто будет Всех этих детишек Их отправить за границу Лечиться Вот тех, которые на экфорум Приезжают В стране идет развал Здравоохранения В чем-то мы откатываемся На позиции уже хуже Чем прибрежными Это серьезно Вот это меня начинает Действительно возмущать Но я понимаю Что когда я заболею Некому меня будет лечить Потому что гигантские очереди На современную Диагностическую аппаратуру И так далее Наши здоровья в наших руках Нет, просто нужно Ну тихо Ну что, помирали и помру Ну что поделаешь В этом смысле Я призываю помирать А не устраивать революцию Это очень по-православному По-моему, я очень правильно сказал По-моему, управление Э По борьбе с террористом А нет, это С экономическими преступлениями Тот человек, которому Направлены эти слова Сейчас решает Когда Аврора Будет возвращаться На свое место А что ты решаешь? Монету кинул, да и все А в гору Все спросил Но она молчит, как правило Ну, давайте поговорим О Никите Белых Ну, а что о нем говорить? Который Сидит И голодает И очень многие говорят Что такое невозможно Что человек Такой человек Попал Вот туда А превращение Киселева Из Павла в Савла Возможно? А, то есть вы считаете Что превращение Все-таки было Я знаю Что превращение Я не говорю Что Белых Протерпел превращение Я помню в Украине Трусливую позицию Во время процесса Навального Он молчал как заинка Судя один раз так сказал Нейтральненько и все Он молчал как заинка Я не знаю Что произошло с Белых Я знаю Что по-моему Не в Джинер и Шинпи Нет В Empire V У Пелевина Там сказано Что когда человек Покупает У нее есть деньги Он зарабатывает на деньги На Мерседес Там определенные модели На 500 Как правило Он превращается В такую политическую Написано У Пелевина Я цитирую Не буквально Но очень близко к центру Что с ним уже все ясно Я знаю как люди во власти Во что они превращаются Там идет деконструкция Организма человеческого Крайне-крайне быстро Конкретно же То есть я знаю Что это не исключено В принципе Но я не знаю Что было реальным Случай Никиты Белых Правда не знаю Но здесь тогда Реконструкция такая Человеческая Уже со всеми Произведена Это очень странно Вот как-то Все-таки губернатора Полтавченко При всех моих К нему Я не могу представить Берущим в Московском Ресторане Пакет с бутылкой вина И с деньгами На нужды города Слава Богу Холопов очень много И есть кому Кого за пакетами На нужды города послать То есть это вызывает Подождение Я знаю Еще был создан фонд Ралдугина И куда и как Передавались деньги И кстати Те кто сейчас Оживились и сказали Ага Нет Мне сливали Это ФСБшники Сливали прямым текстом Хотя на всякий случай Поскольку мы не договаривались Они например Говорили что через этот фонд Деньги идут На выкуп заложников Вот нужно выкупить заложников Там идет шачок Благородное дело Я не сказал Что выкуп заложников Благородное дело Поскольку официальная позиция Тех Кто стоит над этим Состоит в том Что никаких переговоров С террористами Шантажистами И так далее Поэтому здесь возникает противоречие Я не сказал Что благородное дело Я сказал Что мне человек С погонами КГБ И который занимает должность Но который Ну я к тому что Я к тому что Туда А не на дворец Очередной Я вот про это говорю Я не сказал Что оттуда не идет На дворец Я сказал Что мне сказали Что из фонда Ралдугина Идет в том числе На выкуп заложников Вот это я передаю Я довольно точно Осторожен В информации Причем этот человек Мне сказал Сколько губернаторов Не могут сесть в России Потому что они не берут Он сказал Мне 10 И наш Восьмидесяти Субъектов федерации Он сказал Из тех что я знаю Аккуратно добавил он Не уточняя Сколько именно он знает А назвал кто Нет 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 И сказал что и дальше Будет скидывать И я не думаю Что он просто так Мне это говорил Полтавченко Насколько я знаю По крайней мере Пока входит в список Неприкасаемых Другое дело Что чем больше Будет шататься империя Она будет шататься Тем более будет сокращаться Список неприкасаемых Но я думаю Что Полтавченко Имеет все шансы Быть тем человеком Который допивает Коньяк на палубе Титаника Вот Первый класс Все таки у человека Ну мне хотелось бы Чтобы все таки Это было Титаника Кто спрашивает И нас кто спрашивает Все Ну с Никитой Тем не менее Пока Президент Вроде бы Только ему сообщили Как сказали Потому что у нас У нас есть независимая Судебная система Президент все время Говорит Что это не ко мне Это к судам Суд Ну то есть Вы принимаете То что говорит Его Вся информация Которая у меня есть Я вам ее передал Я так же сказал Личную точку зрения Ведь особое мнение Она не особая Частная моя точка зрения Стоит в том Что не очень странен Губернатор Который принимает Пакет с деньгами А при Олесе Он в роли Да он сказал Что да Он деньги брал Но они шли Не ему лично Как могу сказать На развитие города А шли на развитие Мне это очень странно Что в 2016 году Губернатор лично Принимает пакет С деньгами на развитие Мне это очень И очень странно Либо уж черед Вообще вся разбежалась И некому доверить Я допускаю Что такое можете А что такое Все эти фонды Поддержки чего-то там Что такое фонд Фонд Ралдугина Я вам говорю Ну фонд Ралдугина Согласитесь Сделал легант Вот прекрасный Велончелист Которого никто Не арестует За игру на улице Как тут несчастные Велончелисты в Москве Повязали И десяточку дали Десяточку и тысяч штрафа За нарушение Общественного порядка Нет Вот значит Дом Музыки Мимо которого Я вчера в ночи гулял Рядом психбольница В которой содержался Бродский Прекрасен наш город Особенно ночью Возвращаясь к Аброле Почему Аброле Нужно ночью возвращать С моей точки зрения Вот это все-таки Фонд помощи Городу Это элегант То есть если бы Беллик Создал фонд помощи Этому своему Значит Вятке Автомату Что никто бы не помог Это можно делать Более Поэтому мне крайне странно Когда губернатор Сам лично Таскает коробки Из-под пакета Из-под Что было на пакете Это написано На развитие города Я не могу этого исключить Но мне это странно Крайне Больше мне сказать нечего У меня нет Ну может быть Со временем Нам станут какие-то Известные подробности А может быть Мы об этом Никогда не узнаем А суд-то будет открытым Посмотрим Я так и полагаю Суд будет открытым У нас еще есть Второй Никита Сейчас дай Я просто одно Сколько когда-то Генри Маркович Резник Мне сказал Димочка Запомните На всю оставшуюся жизнь Чистосердечное признание Сильно облегчает Вашу душу Но к сожалению Значительно удлиняет срок Вот почему Никита Белых Я думаю У него просто никогда не было Проблема с милицией В жизни Вообще никогда не было Ну понятно Что для человека Это шок Да Давайте Никиту Михалкова Который заступился Сергею Федоровичу Я сочувствую Всем людям Которые находятся В таком состоянии шок Согласна Итак Глава Советского кинематографиста Считает Что глава РАО Не должен сидеть В СИЗО И он даже Как-то поручиться Готов за него А он же сказал Ой Это пропуск Когда-то он сказал Вчера вечером Нет Я просто пропустил Ну это вчера Это вчера Да Вы знаете Никита Ходатайство Он уготовил Ходатайство Написал Никита Сергеевич В данном случае Поступает благородно Потому что Если у тебя есть коллеги И ты на этих коллег Не писал заявления В следственные И прочие Правоохранительные органы Значит Твоя святая обязанность Этих людей защищать Вот поэтому Никита Сергеевич Михалков Поступает благородно Во-первых я тоже считаю Что человек Который не убил Другого Не порезал ножом Не должен сидеть В тюрьме 500 миллионов рублей И Да хоть 3 миллиарда Если он не покушался На жизнь и здоровье Других людей Я не вижу оснований То есть воровать Это нормально Воровать это не нормально Но сидеть в тюрьме Ненормально Отправляться в тюрьму Из зала суда Это нормально А поскольку Книжки Описывающие В деталях Как он Тома Мулфа Костры амбиций Как работает Американская система Правоохранительная Когда человек приходит Он нормально Приезжает Свободным человеком В судебный зал И он сидит Ни в какой Ни в клетке Ни в обезьяннике То что творится В России Это дикое унижение Богородицы Потому что Если Господь создал Человека по образу и подобию Это сажать невиновного человека В клетку В обезьяннике Сделаем паузу Потом вернемся К Никите Михалкову Особое мнение Продолжаем программу Особое мнение Дмитрий Губин У нас в студии Мы закончили Остановились на Никите Сергеевича И Михалкова Никите Сергеевичу Невозможно остановиться Потому что он сам Из тех людей Которые не становятся Но смотрите Тем не менее Никита Сергеевич Отец родной Московского международного Кинофестиваля Который Был всегда На виду В этом году Простер Равлиные крыла В этом году Не так часто Появлялся И все связывают Это как раз С обысками В РАУ Поскольку Никита Сергеевич Имеет отношение К РАУ Не знаю Может у него артроз Ему ходить Трудно на фестиваль Почему Никита Сергеевич Там что с секундомером Стояли Сколько в прошлом Ну знаете Никита Сергеевич Трудно не заметить Нет Вы знаете Я должен сказать Очень важную вещь Бывают ситуации Когда мы разрываемся Между законопослушанием И не быть подлецом То есть Либо ты должен Давать возможность Там следствию Сажать Своего причиненного Или партнера Либо ты должен защищать Вот с моей точки зрения Особое мнение Никита Сергеевич Поступил благородно Он поступил в точности Так же Как поступал Кудрин Когда сажали его заместителя Вот есть такие Они будут защищать Потом суд разберется Никита потом себе может сказать Что он там Змею пригорел Если убедиться Повторяю Если убедиться Что пригорел змею А так он должен В этом благородство Начальник Это извините Нечалова Директор библиотеки Маяковского Она сдала всех Знаете У меня по поводу Библиотечных Иллюзий нет И по поводу Библиотеки Маяковского У меня Иллюзий нет Там старые Ведьмы Грынзы На выдаче Книг Как они ненавидели Проходящие Идеологи Как они Ненавидели Что шумно Ганно Свежо Жизнь А в библиотеке Маяковского В филиале В читальном зале По искусству Который на Невского Я туда однажды зашел Во время Кстати Музейной ночи Было открыто Там очень красивое издание Я туда вошел И какой-то стал альбом Листать по искусству Было интересно И мне сказали У нас альбомы Можно брать только по записи И это сказала Молодая Старая Грынца Девка Молоденькая Ну просто Старая Ведьма Как можно Нужно радоваться В библиотеку Приходят Смотрят альбомы Радуются Вот они ненавидели Им нужно было остаться В Советском Союзе И на самом деле История с Чаловой Она очень печальная То есть вы считаете Что А что она должна была делать Как она должна была поступить Она должна была покинуть Она сказала Я чиновница Я там менеджер Я управляющий Я должна была сделать выбор Выбор полагаю такой Между тем Что посталась дохлая Мертвая библиотека Я сейчас не про Маяковского В данном случае В целом В целом Все библиотеки Писаны в песне Которую поет Холер Астаргуев Спят курганы темные Ветром опаленные И туманы белые Ходят чередой Библиотеки Вкус такой же Как у Владимира Владимировича Правда? Нет Будет старец Нет Просто слышали Библиотеки умерли Вернуть их к жизни Это пытается В этой несчастной Библиотечной реформе Очень долго Но они умерли Потому что Есть электронные книги Их легко скачать И непонятно Зачем идти В душный читальный зал Через этих бабушек Через эти формуляры Некоторые библиотеки Поумнее Например Хельсинская библиотека Университет Которая может зайти каждый Там открытый фонд Не имеет записи Вот это гениальная вещь Он открытый Я туда прохожу Мне говорят Рюкзак оставьте Пожалуйста Вот в камере Хранения Please leave it here And you may get any book From any shelf Shall I sign into your Там каталог No Because it's open It's the open library Это открытый библиотек Вам не нужно никуда записаться Вот Хельсинки В этом смысле Передовой город А Финляндия Конечно Передовая страна Не воруют книги Знаете На книгах Значит Стоят метки И Моему Доброму приятелю Генерале Диме Значит В свое время Это не помешало Вынести им кунаблы Из публичной библиотеки Всякие там Охраны и так далее Книжки воровали Будут воровать Ну что поделать Давайте вот к Чалову К Чалову Чалову не защитила Диалоги Она не защитила Кольца Это изменило бы Судни диалога Она потеряла бы работу Возможно И не было бы ни диалога И у Чаловой Не было бы работы А так нет диалогов И есть Чалова С которой приличный человек Больше разговаривать не должен Вот и все Чалова вписана в историю Она вписана в историю Как человек совершивший Постыдное дело Вот Никита Михалков В данном случае Вписался в историю Вот в этом конкретной ситуации Как благородный человек А Чалова к моему Величайшему сожалению Как неблагородный Как сдрейфивший человек Потому что задача работника культуры Играть на стороне культуры А извините Ну ладно Это глава там Как его В общем Культуркой руководит В Петербурге Сухенко Сухенко Вот по сравнению с ним Кичеджи Нет Кириллов Нет Сухенко Нет Сухенко Сухенко это комитет А вице губернатор Это Кириллов 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 И от Николая Кириллов Кириллов В диалог Кириллов Был не Сухенко Кириллов Был конечно Все равно крутой Про Павлика Морозова Понятно Что это эксперимент Понятно Что-то удалось Что-то нет Чья постановка Я сейчас не помню Простите Ну в интернете Тоже найдут информацию Давайте про Павла Астахова Который якобы написал заявление Потом Потом Ну мы уже про Никиту Про Никит мы поговорили Это статическое предательство После двух Никит Говорить про Павла Ну у Павла еще есть сын Антон Павлович И многие связывают уход И многие связывают уход Господина Астахова Именно с деятельностью сына Который был в управлении В трех по-моему банках И как-то был афилирован С папой А что такое Блохого что-то сына Но дело в том Что Да ладно Крох и сын Это Это тоже не Крох Если правление трех банков Вот тут такие хлебные Сроки Что на торт Тянут с розочкой кремовой Все-таки Павел Астахов Он Как На ваш взгляд Это действительно уход Или Нет Это Реал политикс Это не ко мне Вы меня с Глебом Павловским Видимо путаете Или с Белковским Станиславом Вот они это комментируют У меня же оттуда Из-за стенки-то Сведений практически нет Не считая знакомых Людей в погонах Ну вот я думаю Может быть не понятно Чего мы шептали Нет По поводу Астахова Кто он такой Чтобы люди в погонах Высказывали свою Просвещенную точку зрения С Астаховым Совершенно другая история Павел Алексеевич Алексеевич Да Алексеевич Астахов Человек который Безумно любит себя Для меня он перестал Существовать После двух моментов Во-первых Он ездит с мигалкой Как уполномоченный По делам человека Ездит с мигалкой Чтобы скорая помощь детская Ждала его Да Это за предел Совершенно Он любит свои розовые галстуки В них прекрасно Ему нельзя было Ставить в поломочный По вопросам детей Когда Однажды На моих глазах Выселяли таджиков В Москве На морозе Минус 25 Из дома И двое годовалых детей Сидели на льду При температуре Минус 25 Я орал на ментов На приехавших Просто матом Тройным Им в башку В ментовскую Не пришло детей Родителей Может в тюрьму Но детей Внутрь машины Чтобы они согрелись Я таскал чай в термосах Отпавил Совал деньги Этим несчастным гастром И на твиттер И по телефону Астахова звонил Чтобы он хоть что-то Сделал Чтобы он прислал своих людей Детей нужно было спасать Реально Минус 25 Дети год или два Совсем маленькие Но золотая рыбка В таких вопросах не отвечает Все Астахов любит себя Он обожает себя Как можно Такой человек отвечать Может быть Ее сейчас В принципе Предвлекают Может быть И она Но я не специалист По вопросам деменции Это все-таки нужно Значит Медиков спрашивать Но поскольку Старые и малые Иногда сходятся Вы знаете Как ни странно Мизулина больше Любит свои идеи Вот она не любит Себя так До уровня Розового галстука Как Астахов Поэтому Вот выбирая Из двух деменций Я бы конечно За Мизулину был Честно говоря Потому что она Человек очень странных Но идей для меня Вот очень странных Повторяю У чудовищных порой Но она человек идей Астахов Это человек Бесконечной любви К себе Его на этом Кстати поймали Владимир Иванович Конечно По своему Великий человек Он точно находит Где червоточина В каждом И дает ей Разрастаться До масштаба Всего человека Чтобы все увидели Нет Чтобы этот человек Вот превратился В то Во что он превращается Пока Астахов Был адвокатом Которым положено Ходить В бесупречном костюме Отдыхать На Кот до озера И так далее И так далее Все было ничего А все С ним было любопытно Порой поговорить Ну Астахов Который в том же виде Ездит на Мерседесе С мигалкой А детская Скорая помощь Должна ждать Пока его Величество Астахов Проедет И когда Я ему напрямую Задал вопрос Как ему вообще Ничего Мигалка Значит Как говорят Блатные Зубы не жмут Мигалка не жмет Нет Он сказал Для того Чтобы было удобнее Парковаться На Ильинке Значит Чтобы было удобнее Парковаться Товарищ Астахов Нужно ездить на метре Возле Ильинки Метры много Там очень много Выходов На старую площадь Метро Дмитрий Памятник героям Грязно Метро Грязно Нет Там нужно спускаться По тайному ходу Прямо на Лубянку Там памятник героям Дверцы Из Сополя Дождемся Когда закончится Петров пост Как говорит Парк Вастахов Узнаем 83 года Длится Продолжается Дмитрий Губин Спасибо Особое мнение Спасибо Особое мнение